День воскресный, день чудесный. Завтракаете? Цай фруктовый. Друзья, прямо сейчас мы с вами поедем за город в жилой комплекс возле МКАДа, где люди купили себе квартиры и каждый день страдают. И будем разбираться, так ли это. Этот сюжет основан на вот этом комментарии к одному из моих роликов. Зачитываю. Сними лучше прочеловейники или съезди в 7 утра в пригород лесное. Посмотри, как люди в километровых очередях стоят на маршрутку в мороз. Вот что называется. Купил хату за МКАДом, страдай. Автору этого комментария, ConvertSky, я хочу заплатить 3000 рублей за вот эту идею, потому что я ее воплотил. Если ролик наберет миллион, дам еще бонусом 10 тысяч рублей. Ребята, пишите ваши идейки в комментарии, раз вы считаете, что вы знаете, что лучше снять. Каждую заинтересованную тему буду отслеживать, снимать и выплачивать вам дивиденды своим акционерам. Пришло время оплатить деньги. 3000 рублей – очень хорошая премия. В этом ролике мы посмотрим новую квартиру в жилом комплексе «Пригород лесное», ключи от которой человек получил 2 декабря. Пообщаемся с местным жителем. Прекрасная девушка, которая расскажет нам все плюсы, внимание, плюсы и минусы жилого комплекса. Посчитаем. Короче, сюжет будет мега насыщенный, интересный. И самое главное – жизненный. Потому что это ровно то, что окружает каждого из нас. Есть тайм-коды в описании, но я вам рекомендую намазать бутерброд маслом и приступить к приятному просмотру. Ведь мы начинаем прямо сейчас. Извиняюсь за качество изображения. Снимаю на телефон. Время 6.26 утра. По факту уже трафик довольно-таки плотный. Уже появляются первые пробки. Вот эта дорога на выезд из Москвы. То есть люди уходят на МКАД. Вот эта дорога на въезд в Москву. Вы сейчас можете увидеть, как там народы уже наваливают по полной программе. И это, подчеркиваю, пол 7 утра. По-хорошему, чтобы не было пробок, вот это все дело нужно проезжать часиков так. Поверните налево. Пол шестого. Вот он, поток. На момент съемки время 7 утра 24 минуты. Честно скажу, что я ожидал прям какой-то большей жести, что будут километровые пробки. Начал снимать. Автобус за автобусом, в принципе, подъезжают. Ну да, надо постоять на улице. Очередь периодически накапливается. Но ключевой момент, что я-то снимал с коптера, сидя из машины. У меня включен подогрев сидений. У меня здесь тепло. Я бы даже сказал, мне здесь жарковато находиться. Но когда выходишь на улицу в мороз, можно понять негодование людей. Потому что 15-20 минут, и ты уже злой как собака, особенно утром. Сегодня я вам эту ситуацию разложу всю по полочкам. Вот чтобы каждому было понятно, где мы находимся сегодня. Это пригород Лесное. Он в 7 километрах от МКАД. Ближайшая станция метро на сегодня, куда едут автобусы и маршрутки, это Зябликово. Километраж, согласно картам Яндекс, 11,2 километра. Пригород Лесное, это не просто жилой комплекс. Это целый жилой микрорайон. Застройка которого планируется аж до 2030 года. В некоторых нюансах могу ошибаться, но здесь должно быть порядка аж 13 очередей. На сегодняшний день строится 4 или 5 очередь. Это не суть. Суть в том, что на весь пригород есть остановки. Но люди утром идут вот именно на эти две остановки, которые считаются конечными. Потому что на всех остальных сесть в автобус будет невозможно. Он остановится, двери откроются. Вы увидите, что он битком, ну и естественно он уедет дальше. И так с каждым. Поэтому утром все приходят именно сюда. На момент съемки ситуация еще, можно сказать, улучшилась. Так как люди жаловались, их услышали. Есть местный чат. До него мы дойдем чуть позже. Алло, да, здрасте. Здесь сидит аппендицит, ебать, на втором этаже. Голожопой, блядь. Обожелся, не знаю. Кугай детей. Это будет отдельный блок для нашего сюжета. Но проблема все равно для них на сегодня стоит остро. Так более того, все близлежащие жилые комплексы, частные дома ненавидят пригород лесной. Что, почему и как, я вам расскажу далее, но после короткой рекламной паузы. Есть замечательная пословица. Копейка рубль бережет. Я уверен, что в вашем кошельке есть как минимум одна, а то и две-три дебетовые карты. Но о такой карте, я думаю, вы слышите впервые. Все те, кто считают свои честно заработанные, запоминайте. С картой My Life от банка Убрир практически любая операция станет выгоднее. Вы любите цифры? Давайте сразу к цифрам. 5% на онлайн покупки. Живой пример. Покупаете зимнюю обувь на маркетплейсе за 10 тысяч рублей, и 500 рублей вам возвращается на карту. Как вам такое? Дальше шикарнейшая фишка. 5% кэшбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кто из вас хочет каждый месяц экономить на оплате ЖКХ? С картой My Life от банка Убрир это сделать запросто. 1% кэшбэк за любые прочие покупки. Но рублями, а не бонусами. Тоже приятно. А еще 0 рублей за обслуживание и 0 рублей за снятие наличных в банкоматах. А если заказать карту по моей авторской ссылочке в описании и до 31 декабря 2022 года совершить покупку на сумму от 1000 рублей, то вы получаете 1000 рублей обратно. Это такой некий авторский бонус. Что, плохо что ли? Итак, по-настоящему выгодная дебетовая карта My Life от банка Убрир уже ждет вас в описании. По ссылочке буквально за 3 минуты вы можете ее заказать и курьер доставит вам ее прямо домой. Пользуйтесь на здоровье. Наступает утро очередного дня и люди, которые не имеют возможности работать удаленно, начинают свой путь в сторону работы. Есть те, кто умышленно отказался от автомобиля или просто их не имеет. Соответственно, для них выход один. Это общественный транспорт. Вот обратите внимание, здесь есть две очереди на один и тот же автобус. Одна очередь это те, кто хотят сидеть. Вторая очередь это те, кто готовы ехать стоя. На момент съемки вторник я приехал, запустил коптер, посмотрел с неба. И с одной стороны я, честно говоря, прям какой-то глобальной проблемы не увидел. Но давайте слушать, что расскажут местные жители. Тут дело случая. Просто нам сегодня повезло. Грубо говоря, проблема еще здесь такая, что ты не можешь спланировать, успеешь ли ты сегодня на работу. То есть я вот работаю врачом-хирургом, у меня стоят конкретные часовые операции. И я знаю, к какому времени мне точно надо быть. Бывает такое, что даже я все запланировав, причем если возьму время заранее, приеду на работу, но все равно могу не попасть и опоздать. И здесь очень часто, что люди пишут, что вот меня уже скоро уволят, потому что я постоянно приезжаю в разное время. То есть в Москве ты знаешь, все, там 40 минут на метро, 20 минут пешком, все, за час я доеду. Здесь дело случая. Можешь спеть, можешь нет. То есть диапазон какой, например, это от 30 минут минимально? От 30 минут. 30 это быстро? 30 это просто молниеносная скорость. Я думаю, на автобусе за 30 минут мы никогда не доедем с учетом того, что 10-15 минут мы стоим в очереди. Примерно это 30 минут до полутора часов спокойно может быть. Причем вот это стоя происходит. А можно, пожалуйста, помедленнее я записываю? Давайте считать. Вот подчеркиваю, я хочу сделать этот сюжет для всех жителей нашей страны, включая москвичей. Задачи как-то засрать пригород лесной нет абсолютно никакой. Мы считаем исключительно цифры, мы рассматриваем жизненную историю. 7 километров до МКАДа, 11,2 до ближайшей станции метро. Ты просыпаешься, выходишь из дома. Ну, давайте так. 5 минут барсиком добраться до остановки. Берем средний расклад, что ты 15 минут в текущих реалиях, когда там дополнительные автобусы появились, постоял, подождал автобус. Далее. София говорит, что минут 40 это хорошо, ты доехал до станции метро. Итого уже час. Я плюсую еще 30 минут, что вы добираетесь до работы при условии, что люди, когда покупали квартиры в этом ЖК на юге Москвы, брали с расчетом, что точно так же где-то внутри Москвы на юге работают. Потому что 80% жителей, как правило, работают в Москве, и утром отправляются именно на работу в Москву. Если вдруг автобус подзадержался, где-то вы ехали чуть дольше, 90 минут запросто перетекают в 120 минут. Итого 2 часа только в одну сторону на работу. Если, не дай бог, произошла какая-то авария на дороге, ехать можно 3 часа и более. Потому что у них с дорогой там отдельная история, сегодня мы ее тоже затронем. Если вы работаете вдруг на севере Москвы, то на поездку на работу можно тратить запросто 2,5-3 часа. Как вам такое? Жилой комплекс, новая квартира возле МКАДа. 7 километров до МКАДа, 11,2 километра до станции метро. Звучит неплохо. Примерно в среднем так. Это если все хорошо, нет аварий и нормальная погода. Если нет снегопада, если там аварийные службы справляются с чисткой территории. А в обратную сторону, когда рабочий день кончается, все приезжают? В обратную сторону диапазон гораздо больше. То есть где-то с 5 часов возле метро скапливается большая очередь. Может прямо огромная очередь быть. Но здесь удобно то, что много автобусов едут дальше в Володарку. И многие люди распределяются. То есть кто-то садится до той конечной остановки и просто сюда пешком доходит. Потому что автобусы на Володарку сюда не заезжают. И в принципе там диапазон где-то от 5 до 8 до 9 часов может там быть очередь возле метро. И примерно где-то тоже за 40 минут-полтора часа добираются до сюда. Итого, на работу и обратно 3-4 часа в день. И это подчеркиваю, что без учета, что вам вдруг нужно было завести утром ребенка в садик. Или завести его в садик где-то в Москве или в школу. Забрать, что тоже занимает дополнительное время. Проснулся, умылся, вышел с двери и время твое пошло. Вот напишите пожалуйста в комментариях от дома до работы и обратно. Трачу 60 минут в день. Есть у меня телеграм-канала. В котором я провел опросы. Задал этот вопрос. На анонимной основе вот что люди написали. Рекомендую вам всем на него подписаться. Потому что туда я планирую чаще и больше добавлять различных жизненных наблюдений. Интересно? Ёлки-палки. В пробочке-то будет почитать. Подписывайтесь. Но что если я вам скажу, что жители пригорода Лесное это самые счастливые жители по этому направлению. И находятся в самом удачном расположении. О чем я? Смотрим дальше. А если на машине уезжать? На машине все здесь довольно приятно. То есть я здесь живу с самого начала. И я езжу на машине. Конечно есть ситуации, когда прям катастрофа. Раньше я жила за пригородом. Это Орлова. Это вообще ужас. До пригорода было час. От пригорода до метро еще час. И ну в общем можно по 3-4 часа добираться до работы. Сейчас в целом на машине можно за 30 минут утром доехать до метро спокойно. Первое, что хочу сказать. Во-первых, все остальные населенные пункты нас просто ненавидят. То есть пригород Лесное для всех это проблема. Все, кто сзади, все, кто дальше. Это просто ненависть к этому ЖК. И я понимаю почему. Потому что я была сама непосредственно жителем тех мест. Значит, объясняю вот на такой нехитрой схеме. Первое, пригород Лесное, он самый ближайший по отношению к Москве. Люди выезжают утром. Тут же, можно сказать, попадают на трассу. И все, по прямой Москва. Я уезжал от них в день съемок примерно в 11 часов дня. На машине 20, ну 25 минут. Ни одной пробки, ничего не было. Удобнейший выезд. Им расширили дорогу. Вот, смотрите, встало две полосы. В одну сторону и в другую. Раньше было по одной. Но, о чем говорит София. По направлению дальше у нас идет, например, жилой комплекс Новомолокова. Где мы снимали сюжет еще три года назад. Вот еще тогда девушка сказала. А скажи, такой, пожалуйста, момент. Вот она едет до станции метро Домодедовска. Сколько реально по времени она едет? Вот днем, утром, вечером? Реально утром она едет полтора часа. Это вот с 7 до 9. Сто проц вообще не едешь. Все бордовно. Полтора часа до ближайшей станции метро. А если мы поедем еще дальше, то там нас встречает частный сектор, Орлова, коттеджные поселки. И все эти люди, утром отправляясь на Москву, едут вот по такой дороге. Где одна полоса в одну сторону и одна в другую. Страшно представить, что будет, если произошло ДТП. Однажды я поехал в ЖК Нового Молокова к другу. Он там проживает. Пять часов, ребята. Пять часов в пятницу в снегопад. Потому что было ДТП. Я просто измучился и изнылся весь, пока до него доехал. А они говорят, это нормально. Такое бывает. Еще и больше стоим. Народ голосует рублем. При создании абсолютно любого сюжета во главе всего я ставлю объективность. Вот давайте поговорим про самый жирный плюс жилого комплекса пригород Лесное. Ведь застройщик никого не бил палкой, не заставлял приходить покупать квартиру. Каждый владелец квартиры приносил свои денюжки сам. Расписывался в договоре ипотечного кредитования на 20, 25, 30 лет. Говорил спасибо и уходил. Ждал. Почему? Ну, давайте разбираться в этом важном вопросе. Первое и самое важное – это цена. То есть квартира здесь была в стоимости от полутора миллионов. Это студия. От полутора миллионов до, по-моему, четырех с половиной. Это трехкомнатная квартира. Здесь было поле. Ничего не было. Просто поле. И, в принципе, мы от Орлова до метро доезжали за 25-30 минут, когда не было пригород Лесного. Плюс у меня здесь еще большое количество родственников живет. Мне удобно территориально сюда, отсюда ездить на работу. То есть первое – это цена. Второе для меня – удобство к родственникам, близость и так далее. Мы сейчас пойдем в дом, где у вас получается трехкомнатная квартира, которую вы покупали в 2020 году. Сейчас вы с семьей проживаете в двушке. И вы ее брали как раз с целью того, чтобы расшириться, потому что у вас есть ребенок. Да. А сколько площадь квартиры? 76 квадратов должна была быть. Этот дом считается как эконом, комфорт плюс, как они называют? Нет, это уже выше класс. Они называют это комфорт плюс. Комфорт плюс. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим свеженький комфорт плюс, потому что на сегодняшний день момент съемки 6 декабря, а ключики вы получили 2 декабря. Вперед. Для вашего понимания, сейчас идет активное заселение дома. Вот вы можете посмотреть, как нынче в России сдаются прям совсем свежие новостроечки. Ну да, это большой минус, конечно. Комфорт плюс, подчеркиваю. То есть на сегодняшний день все уже, правильно? Можно брать там диван, заносить и прямо уже полноценно жить. Да, можно жить. Уже управляющая компания обслуживает. То есть как бы сейчас посмотрим. Колясочная зона у вас на первом этаже есть. О, лифт работает. Заработал. А что, на днях не работал? Не работал. Вот до вчерашнего дня не работал. Так, так, так. Ну поехали. Такой довольно-таки небольшой. И закрывается. Вот одно могу сказать. Знаешь, что неприятно? Ну вот, казалось бы, покупка квартиры и вручение ключей. Ну это, блин, такой праздник. Ну неужели, да, нельзя? Ну наведите прям полноценный порядок. Это же не прям, знаешь, какая-то такая претензия. Ох ты. Лифтик уже такой забоил. Ну ведите порядок. Шарики, не знаю, повесьте, еще что-то. На самом деле, в первой очереди так и было. Эту очередь просто люди выцарапывали ключи. Просто с бунтом штаб застройщика был, грубо говоря, атакован. Сносили забор. Люди просто выцарапывали свои ключи, потому что задержка почти 3 месяца. Это у нас. Дальше еще много кто не получил. Дальше еще много кто не получил. Ну что, заходим в гости. И нас встречает трехкомнатная квартира площадью порядка 76 квадратных метров. Сейчас ты нам расскажешь, какие у тебя претензии к отделке по этой квартире. Но давай сначала о хорошем. Квартира сдается с отделкой. Вот все, что вы видите, это было сделано от застройщика. Здесь применяется уже такая система у них «Умный дом». Они понавтыкали вот такие современные розетки. Роутер сразу. Роутер сразу. Таким образом вы можете его завязать на ваш телефон, прийти домой и тут командовать. Так вот отзывали. Ну не голосом, а вот с телефона все включать, включать. Можно все голосовым управлением, там умные лампочки и так далее и тому подобное. Перекрытие воды, что если тоже очень хорошо для нового жилого комплекса, для теста системы водоотведения, да, тоже очень хорошо. То есть вода перекрывается, ну это как они обещают. Теплые полы в санузлах, кстати. Ну звучит на первый взгляд неплохо. По камере тоже одно, но сейчас все расскажешь. Значит, это у нас самая большая комната, которую можно идентифицировать как зал. Простивная, да, зал. Зал граничит с кухней, то есть за стеной, за твоей спиной, там кухня и стена вот эта не несущая. Не несущая, ее можно снести до вот этого места тоже. Вот, если бы я покупал бы эту квартиру, то как вариант я бы уже бы посматривал, когда мы будем ее ломать. В принципе, да. Балкон, вот здесь начинается прикол. Да, прикол такой, что он типа панорамный, но здесь есть вот такая вот панель, которая непонятно что. И это у нас она не перекрывает свет, а у кого-то она стоит прямо вот здесь и перекрывает свет в комнату. То есть вот так. Как ты считаешь, застройщик таким образом пытался удешить, потому что это не стекло? Конечно, это дешевле, чем стекло. Это выгоднее сделать. В масштабах всего жилого комплекса это, конечно же, выгоднее, чем кусок там стекла и так далее. И обратите внимание, что квартира с отделкой, но балкон... Без отделки балкон, это везде в пригороде. Все балконы без отделки у пригорода весной, в первую очереди. Не знаю, как там дальше, по-моему, то же самое. То есть нет объема. Что с потолками? Ты говоришь то, что ожидала 2,80? Да, потолки, конечно, прям разочарование. Было по ДДУ 2,80. Но чудесная строчка, все на усмотрение застройщика внесла свои коррективы. 2,65. Значит, так можно, да, можно обещать 2,80, но по строчке обещать 2,60. И сантехнику могут на свой выбор и какие-то там еще. Прихожая большая, так-то по ощущениям, прям, действительно. Так, а вот здесь у нас 12 квадратов кухня. 12 квадратов кухня. Друзья, подчеркиваю, мы снимаем еще на камеру с широким углом. Да. И здесь сейчас нигде нету мебели. Поэтому вы можете представлять, что вот кухня будет стоять, я вот честно говоря, не знаю. Довольно узко, да, мало места. Всей семьей прийти, поесть, ну как-то, вот когда с залом. Да, если там 3 человека, окей. Если там многодетные, а трешки, это чаще всего, ну, для больших семей, там, больше 4-5 человек, это, конечно, маловато. То есть, проекты здесь, именно планировки у пригорода не самые прекрасные. То есть, они квадратами не умеют, не могут квадратами нормально пользоваться и распределять это довольно грамотно. Так, мы пойдем дальше. Дальше нас ожидает 2 комнаты. Можно их назвать двумя спальнями. Одна детская. Детская спальня, да. Предположим, что пусть это будет она. Ну, комната небольшая. Сколько она? 13? 15 даже, да? Да, да, это 15. 15 квадратов. На улице сегодня довольно-таки морозно, но в квартире прям тепло. То бишь, в этом плане ничего не скажешь. Тепло, одна, и главный минус пригорода, это окна. То есть, они очень-очень холодные. То есть, в первых очередях прямо ветер был. Я помню, даже когда принимала квартиру, у меня волосы вот так вот возле окна дрогались. А сейчас мы переходим к претензиям по качеству отделки. Что нашла в своей квартире София, расскажем чуть позже, потому что она вызывала эксперта по приемке квартир новых. Что я хочу сказать. В одном из сюжетов я уже поднимал мысль о том, что маркетологи не любят слово эконом. По факту это никакой не комфорт плюс. Это эконом плюс. А полноценный эконом, это вторичка, та самая, в которой живу я. Показываю вам детали. Ключики от новой квартиры. В новом современном жилом комплексе. По крайней мере, ровно так позиционирует его застройщик. Зайдя к ним на сайт, это изюм. Ну, посмотрите сами. Рендеры, сделанные в летнее время. Ну, к чему можно придраться? Ну, красотища. И сейчас вы можете видеть реальные картинки, которые мы показываем вот в повседневной жизни. Открывая входную дверь в подъезд, грязище полное, все заляпано, все уже поцарапано. Плитка где-то поцарапана, ящики почтовые помяты. Это говорит о том, что отношение было небрежное. Поторапливали со сроками. Быстрее, быстрее. Вопрос. Кто просрал? Это очень важный на самом деле вопрос. До него мы сегодня еще с вами дойдем. Что мне понравилось? Ну, посмотрите, есть такое понятие, да, как ад для перфекциониста. Ребят, гляньте. Была команда повесить радиатор отопления по центру. Команда выполнена на 5 баллов. Но в квартирах радиаторы висят по центру окна, как по сути это и должно быть. А в подъезде повесили по центру стены. То есть, отцентровались и получается так, что они сдвинуты влево. Одна влево, другая вправо. Ну, это первое. Дальше. Такие мелочевые вещи, но тем не менее, я хочу обратить на них ваше внимание. Повесили заслон тепловой. Сама кнопка пока что еще болтается. Но тем не менее, дом-то сдан. Уже люди и диваны начинают заносить. Различные выключатели, значки висят просто в разнобой. Что-то закошено влево. Например, оповеститель. Ну, почему его нельзя было тоже отцентровать? Это мелочевка. На жизнь это, по большому счету, никак не повлияет. Но это просто факт. Лифт. Новый. Вот это вот уже все проржавело. Этот лифт вообще у тебя просто так стоит. Он не работает. Ну, конечно, это антивандалка, по-моему, на нем нет. Мне кажется, уже снято этого все. Уже ничего тут нет. Хотя это очень рано. Они должны вообще полгода минимум антивандальное покрытие сделать. Лифт, он уже сам полукривой. Двери как бы закрываются. Но они, видишь, как смотри, он не может закрыться. Вот, заходи. Сейчас, ребята, смотрите. Мы нажимаем на первый этаж. Двери закрываются. Вот он, подзаедает уже. Заходя в группу жильцов, увидел картину, что у кого-то отвалилась плита балкона. Ну, как он такой. То есть она нагнулась, застройщик отреагировал, все отремонтировал, сделал. Но все равно, знаешь, это страшно. Это действительно страшно, когда ты выходишь на балкон, думаешь, блин, а у кого-то плиточка накренилась. И вот это отмечаю я, как человек, который не имеет никакого отношения к стройке. Со мной можно поспорить, сказать, что так правильно. Касательно окон. Всегда стандартная жалоба во всех жилых комплексах на окна. Обратился к другу, который профессионально окнами занимается, чтобы он прокомментировал этот вопрос. Привет, Диман. Смотри, ну, тут, скорее всего, резинки в основном все пропускают, потому что пока строились, они там в пыли. Их там возили, таскали, неизвестно, сколько они стояли там. Это первый момент. Второй момент тоже в основном это бывает плохая фурнитура. То есть у нее мало ответных планок, мало зацепов. Вот. Это тоже такой момент немаловажный. То есть у нее мало точек прижимания. И, соответственно, она будет сифонить. Ну, подлечить резинками можно. То есть резинки новые поставить, фурнитуры подрегулировать. На какое-то время этого хватит. Некоторые просто окна просто убитые, засранные все. Я не знаю, там, все резинки засранные. То есть ее надо все разбирать, все чистить, все мыть. То есть полностью, практически, полностью вся подосбор идет. То есть все стекла вынимать, все резинки менять. Все такое геморрой может быть. Ну, или крил стоит тоже может быть как вариант. Тут все в основном по месту. Ну, я сталкивался не раз в новостройках. Что приезжаешь в новостройку, даже у нас в Кашире, и все окна, ну, просто говно. Там во все слойки сифонит, везде дует. Ну, как бы фурнитура такая стоит дешманская-дешманская. От застройщика сам знаешь, даже вот смотришь пару видосов. Какие-нибудь люксовые застройщики, там прям все должно быть в люкс, все сделано идеально, а в итоге начинаешь рыть, и там кисяков маму не горит. Это в основном такое от застройщика, бюджетно дешевый вариант, скажем так. Пока сам не рюкнешься в это, не поменяешь все. Те же батареи, там, те же, я не знаю, ту же проводку. До хера не делают все херово. Слушай, ну расскажи, какие у тебя вообще претензии? Насколько я понял, ты мне рассказала, что у тебя претензии аж на миллион. Ну, примерно в целом недостатки, да, не где-то на такую квадратуру, 10 тысяч на квадратный метр. Это в среднем, может быть больше, может быть меньше. Это если подавать на застройщика в суд на недостатки в отделке. Мы, может быть, визуально глазу не увидели бы этих каких-то недостатков. Но здесь есть отклонения в ровности стен. Раз. Да, замерщик приходил, не замерщик, а эксперт приходил, все оценивал, смотрел. Ну, около там 700-800 тысяч примерно. Что здесь хорошего, да, прям это классные большие окна. То есть вы видите, в других очередях пригорода лесного окна были вот такие. Маленькие, короче, классные. Да, до сюда была как бы уже, до сюда была стена. И вот это окно, то есть вот это тоже дополнительный свет и тоже довольно приятно смотрится. Ну, класс выше, они же должны были за что-то денег больше взять. Вот, они и подпекали. Розетки реально кривые. Ну, вот это вот, смотрите, даже снять. Ну, вот, что за волны. Видите, да, ну это прикол. Это просто, как вот реально, знаешь, так интересно разрешают и почему не приходят, не проверяют. Приходят, проверяют, просто из-за того, что вот видите. Примерно, там, плюс-минус вставил когда. Ну, они, наверное, знают, что кто-то будет судиться, кто-то нет. Вот на это расчет. А вот с ванной когда? Все вот уже есть. То есть, в принципе, все и ванна есть, и мойка есть, и душевые. Конечно, все копеечное, все под выброс, грубо говоря. Такое одноразовое я это называю. В принципе, если кому очень надо, это прослужит какое-то время. Вот здесь место. Это тоже, кстати, только в четвертой очереди. Сразу вывод и для воды, и там, для машинки есть место вообще. В других очередях вообще спрашиваешь, а где мне делать водоотведение? Они только смотрят, ну, на кухне. Ну, то есть, не у каждого машинка на кухне. Ванна это... Акрил самая дешевая. Да, это самая дешевая, обычная, она такая шумная. Да, да, да. Не знаю, в дискотеках происходит. То есть, это тоже все такое одноразовое. Двери, кстати, стали намного лучше. То есть, они тяжелые. Они уже там, ручки более-менее неплохие. Ну, тоже все установлены косово. Ну, тоже все, да. Вот эти все моменты, ну, как бы, эксперт приходит и как раз смотрит. Да, вот здесь тоже. То есть, вот все, вот если здесь есть скол, да, он все считает на такую замену. Монтировать начало в 10 утра, время уже близится к 4. Солнышко садится, а лайк еще не поставили. Честно говоря, плевать, будет лайк, дизлайк, не в этом суть. Хочется разобраться в другом. Вот мне очень сильно хотелось бы снять сюжет с представителями застройщиков. Вот, ребят, если кто-то из вас работает, неважно у кого, вот давайте сделаем. Вот хочется разобраться. Генеральный директор вот этим косякам 100% будет не рад. Потому что, вот смотрите, что сделала София. Они вызвали эксперта, наняли специализированную фирму, которая с них на данный момент взяла 0 рублей 0 копеек. Как это работает? Они говорят, мы сейчас составляем оценочный этот лист, рассчитываем, делаем претензию застройщику. К примеру, они застройщика в течение полугода-года планируют взыскать, я для простоты счет называю, 1 миллион рублей. От этого 1 миллиона рублей они забирают себе 12%. 120 тысяч рублей. Все. То бишь, София делать ничего не будет. Она, заключаясь с ними договор, занимаются они. Смысл ключевой. Застройщик сдает квартиру с отделкой. Они пришли, они сделали электрику, они поклеили обои, они натянули потолки, установили двери. Все они сделали, но сделали это сикость-накость, тяп-ляп, на скорую руку, где-то что-то поцарапали. Но сам смысл, что денег-то потратили. И сейчас, когда она выиграет суд, а она его выиграет, им придется еще и доплатить за это. Ну, какой начальник этому будет рад? Отсюда хочется задать вопрос. На каком моменте прораб, получается, просрал вот эту работу? Ну, по-хорошему, как? Вымерили, прежде чем что-то устанавливать, фотографируете, присылаете отчет. Поставили, сфотографировали отчет. И вот так вот по шагам, по шагам, по шагам идти. А то вот та же самая история с батареей, но интересная. Вот хотелось бы снять цельный ролик. Потому что все заинтересованы сделать дом, квартиру, сдать. И чтобы у вас, у нас, подчеркиваю, у нас, с вами, как потенциальных покупателей, вопросов никаких не было. В договоре расписался, спасибо сказал и жить начал. А не по судам бегал, взыскивал дополнительные средства. Да, попользоваться какое-то время можно, а потом все переделать. Это как раз к слову о том, что мне, по крайней мере, очень часто один и тот же совет, на который я уже ответил, что купить квартиру в новом жилом комплексе с отделкой, это вот вам, пожалуйста, вот вам живой пример отделка. Там, где это действительно прям будет сделано круто, где там будет, не знаю, какой-нибудь полноценный бизнес-класс, такие жилые комплексы стоят, знаете, сколько? Здесь такая цена, мама не горюй называется. Вот она примерно столько и стоит. А здесь 76 квадратов, вот и занимайся. Полы перестели, стены подровняй, двери поменяй, ванну поменяй, сантехнику поменяй, дверь входную поменяй. Здесь, по сути, менять все. В том числе, например, я бы себе эти розетки не поставил. Застройщик принял решение, что так нужно, но это его право он строит. И вот я буду говорить исключительно за себя. Как вы знаете, недавно вышла серия на канале про ремонт в моей квартире. На 55 квадратных метров ушло за все про все 6 миллионов рублей. Подчеркиваю, кто не смотрел. Ценник называется абсолютно за все. Мебель, посуда, все-все-все в эти деньги входит. Не останавливаемся. Это 110 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира площадью, возьмем среднее, 75 квадратов. 75 и того 8 миллионов 250 тысяч рублей я потратил бы на ремонт вот в этой квартире, чтобы сделать ровно так же примерно, как сделано у меня. Конечно, вы можете сказать, это ты лошара, ты столько отдал, хороший ремонт, можно немножко его доработать, вложить всего лишь 500 тысяч рублей и получить себе идеальное жилье. Здесь уже, пожалуйста, на ваше усмотрение. Все люди разные. Я встречал и тех, кто со слов в интернете на площадь в 100 квадратов вкладывал миллионы, и у него ремонт ничем не хуже, чем в элитных домах Лондона. Тут все индивидуально. Здесь было голое поле, ничего. То есть люди очень боялись первое время покупать здесь квартиры. Однако, как я уже говорила, цена очень играла такую весомую роль, это ценообразование именно в этом районе. Сейчас в данный момент построено 4 очереди. Три уже сданы, четвертая заселяется в процессе заселения. Вот, кстати, мы можем увидеть два этапа строительства четвертой очереди. Это этап 4.1, то есть они уже заселяются. Дальше идет этап 4.2, два дома, которые через полгода примерно после этой очереди будут заселяться. Дальше идет пятая, шестая и седьмая очереди. Они уже там в 23-24 годах будут заселяться. Ну и, в принципе, застройка здесь до 2030 года запланирована. Это сколько, получается, должно быть очередей-то вообще? 13 очередей, по-моему, они говорили. Все просыпаются и едут утром на работу, ну, в большей своей степени в Москву. В Москву. Ну, это процент 80 точно. Что вам обещают? Насчет метро здесь, конечно, ничего никогда не говорили. Здесь обещали трамвай. Когда в 16-м году мы покупали, здесь прямо была вот конкретно в этом месте, где сейчас находится пригородное шоссе, была как бы нарисована дорога железная, и там обещали легкий трамвай, 15 метро и все такое. До сих пор я знаю, что в офисе продаж говорят про этот вымышленный трамвай. Вот, ну, какие-то менеджеры. Сейчас есть проект реконструкции Владарского шоссе, увеличение до 4 полос каждой стороны. Проект должен до 2026 года завершиться. Но они могут переносить, потому что с 14-го года здесь обещали увеличение дороги. Ну, нет желания продать квартиру свою здесь и переехать в Москву. Каждый день есть такое желание. Смотрим цены, смотрим, мониторим. Во-первых, сейчас нестабильная ситуация в стране, что не хочется, чтобы даже один день деньги в банке хранились. Второй момент, в принципе, смотрим какие-то альтернативы, но прям какого-то шикарного варианта нету, чтобы если бы там без ипотеки, там и так далее, там подобное. То есть все какие-то варианты, это варианты с ипотеками, с вкладами и так далее, там подобное. В принципе, если здесь до 2020 года взять, здесь очень доступные цены были. Прям вот шикарные цены. Но тем не менее, ты вот общаешься, например, в чате с людьми. Цены шикарные, но большая часть, как ипотеку все-таки, наверное, брала? Большая часть людей здесь ипотечники. Когда речь заходит о покупке квартиры на вторичке, по крайней мере, я читаю из комментариев, зачастую складывается мнение, ну, вторичка – это пенсионеры, это наркоманы, алкаши, соседи. Это все старое, это тараканы. А новый дом – есть новый дом. Больше площадь, лучше соседей, интересней молодежи больше. Что я сделал? Я взял телефон, зашел в Телеграм, нашел несколько местных групп и просто полистал их вот так вот за последние, там, буквально 30-60 дней. И немножко набралось контента. Давайте посмотрим, как люди в пригороде лесном живут. Исходя из того, что они сами выкладывают в свою социальную сеть. Вот интересный пост. Сегодня ночью в пригород лесной бутылкой разбили машину. То есть, кто-то из соседей бросил бутылку с балкона вниз, и она человеку разбила лобовое стекло. Он начал поднимать записи с камер. Момент удара почему-то отсутствует. Тоже интересно, почему и кто же это кидал. Ну, в новом доме наркоманов нету, но зато поселился аппендицит. Смотрим. Алло, да, здрасте. Здесь сидит аппендицит, ебать, на втором этаже. Голожопый, блядь, обожжался. Не знаю, что-то, кугай детей. Да вы, блядь, ну вы пока приедете, мы его убьем просто-напросто. Либо он сам спрыгнет, блядь. Стоять, ты не верю. Помочь. Вещаю. Да он сидит, да я в душе не шарю, блядь. Какая квартира по номерам? Тут большая нумерация, блядь. Сидит в натуре аппендицит. 62 квартира. Вы, блядь, ребят, натуре, как-то, блядь. Вот жирный плюс, когда есть консьерж и он работает. Поймал вора, который несколько дней ворует пожарные рукава и личные вещи в подъезде. Некий гражданин шатался по домам и совершал кражи. Ну, что, плохо, когда консьерж есть? Когда доработают 2, а то и 3 часа, и потом столько же обратно, приходит пятница и хочется выпустить пар. Блядь. Грамм. Вода. 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 Блядь. А на вторичке У алкашей сил уже столько давным-давно нету Чтобы вот так вот знаки вырывать Ну вот такая ситуация, конечно, может произойти везде Это страшно Это еще повезло, что автомобиль относительно других стоял далеко Не дай бог вот так вот поближе припарковался И из-за тебя загорелся второй, третий, четвертый, пятый И сгорел весь ряд автомобилей Еще один отдохнувший выпил Поехал на автомобиле и протаранил 4 припаркованных машины Новый современный жилой комплекс Но бывают вот такие ситуации, что что-то случилось в них с водой И вот люди стоят в очередь не на автобус, а за водой Потому что дома не было воды вообще Вот здесь, конечно, к застройщику вопросов вообще нету Но есть открытые участки и появляются всякие имбецилы Которые разгоняются, как написал человек, аж до 160 километров Он не ехал, он летел А это люди показывают и делятся наблюдениями, которые начинают делать ремонт И там находят пустоты, находят строительный мусор, некачественную работу В общем, все то, что обычно рассказывают в новостройках Качество так себе, мягко говоря Ну и, безусловно, мошенники Куда же без них Такое количество людей Как не попытаться развести людей на проверку счетчика и любых других услуг Здесь на территории вот этого огромного микрорайона вообще что-то есть Помимо продуктовых магазинов и всякой истории серии постричься и так далее Какое-то, может быть, производственное помещение Может быть, офисный центр для того, чтобы можно было прийти Брать места в работу, каворкинг-центры Подобного рода что-то есть? А каворкинг-центров здесь нет То есть здесь только первые этажи сдаются Здесь какого-то отдельно стоящего здания Где мы могли взять помещение в аренду и работать Такого здесь пока что нет Обещаю торговый центр Я думаю, там будут какие-то коммерческие помещения Но это пока вилами по воде писано Что насчет инфраструктуры? Здесь есть сейчас три функционирующих детских сада В которые невозможно попасть Очень тяжело попасть в детский сад Также здесь есть школа Школа одна Причем она не на пригород лесной Она просто на все, что здесь есть В этом году был первый F Чтобы вы понимали Количество первых классов Тут они в три смены учатся Поэтому здесь, конечно, в этом плане Немножко, ну, небольшой такой недостаток В принципе, здесь такие какие-то учебные центры частные Есть три детских частных сада В принципе, все И есть только вот буквально три месяца назад Открылся офис врача общей практики Также на первом этаже Там пару кабинетов Если у вас областной полис Вы можете туда прикрепиться И как бы получать лечение То есть, что я понимаю Это получается микрорайон, куда ты приезжаешь переночевать Да Погулять в выходной день Какой-то, не знаю, парк, досуговый центр Парка здесь нету Здесь ничего нету Парка здесь нету Хоть это называется пригород лесной Потому что там огромный лес Но, как бы, по сути, вот вы видите Глухой лес гулять не ходит никто Да, там глухой лес Он никакой, ну, территория как бы не благоустроена абсолютно Есть там сзади То есть, это если ехать в область Конно-спортивный парк Русь Очень красивое место Да, там все шикарно Но, кстати, пригород лесной Выдает этот парк в своем описании Как за свой То есть, как бы Он платный, насколько я понимаю Нет, он бесплатный Бесплатный? Да, да, да Он бесплатный Там невероятная территория, красота И там практически безлюдно все время В принципе, здесь что удобно Что здесь, кто работает на удаленке Кто там, у кого много детей Кто сидит в декрете У кого там муж ездит Мамочка дома сидит с ребенком Ну, это очень хорошее место Довольно приятно Здесь очень уютно А в чем уют? Ты можешь передать словами Уют? Я, например, приезжаю Я вот ничего против сказать не хочу Абсолютно Ну, по мне, ну, просто обычный Жилой комплекс свежий Все застроено Уют в чем проявляется? Вот уют в том Уют в первую очередь в людях Здесь очень такие теплые люди На самом деле Особенно, чем больше очередей вперед Тем больше таких приятных Именно контингент людей На самом деле меняется с каждой очередью Вот Уют в том, что здесь все довольно близко Большое разнообразие магазинов И продуктовых И каких-то магазинов одежды Даже есть там для детей и так далее То есть, в принципе, если отсюда не выезжать Доставки, кстати, сюда практически все ездят То тут можно очень хорошо жить, спокойно То есть, как бы, приятно здесь вечером прогуляться И так далее И там подобное Садики близко Школы близко Это же тоже очень важно В Москве даже не везде есть там Такое такое расстояние Это здорово, когда ты говоришь Садики и школа Только чуть ранее ты говоришь Попасть сюда сложно Это здорово, когда у тебя уже есть очередь Да, да, когда ты попал Потому что я это знаю Потому что я три года стояла в очереди Я ругалась с управлением образования Ленинского района Ну, мы как в советское время приходили По бумажке в очередь туда вписывались И приходили на следующий день Смотрели, попала ли наша очередь Мы можем туда пойти, чтобы задать вопрос Почему ребенок не попал после трехлетнего ожидания в садик Вот В принципе, да Если все эти проблемы миновать То здесь довольно приятно Еще здесь довольно хорошая управляющая компания То есть, как бы люди не ругались Все равно здесь довольно чисто То есть, как бы, выпадает снег Его очень оперативно убирают Здесь очень быстро Если оставляешь заявку Сразу же прибегают Там в течение часа-двух Они решают эти вопросы То есть, довольно все очень организованно сделано Ну, в принципе, плюсы еще Это стоимость до 2020 года Грубо говоря, кто успел, тот и съел Да? Вот Кто успел Тут даже есть люди, кто за 4 миллиона Купили 78 квадратов квартиры Но таких цен не бывает Ну, это без отделки было, да? Нет, все с отделкой То есть, заезжай, живи То есть, все хорошо, удобно Представляете, семья из там, из 6 человек, да? Это же просто, ну, джекпот сорвали, да? Сейчас цены, конечно, гораздо выше В принципе, из плюсов, ну, я бы, наверное, на этом остановилась То есть, цена – это такой плюс, который вот стоит на всем перед этими минусами И просто все перечеркивает Давайте озвучу такую банальную вещь Но о которой сказать надо Люди покупают квартиры в подобных жилых комплексах возле МКАДа Не потому, что там воздух свежее Хотя некоторые на это ссылаются Потому что там доступнее цена Дай возможность сейчас всем поменять свои квартиры в Москве В интересном райончике Я думаю, ну, большая часть бы согласилась точно Кому шикарно проживать в подобных жилых комплексах? Ну, конечно же, тем, у кого есть возможность работать первое удаленно Ну, или хотя бы посещать офис в Москве там один, два, три раза в неделю Каждый день проживать в этом жилом комплексе Не дай бог просто иметь рабочее место где-нибудь в Химках Это на другом конце Москвы Да это можно, как говорится в кавычках, повеситься Вообще, вызов скорой здесь настоящая катастрофа То есть здесь можно вообще не дождаться никого А можно дождаться, ну, поздно То есть очень долго сюда ездят Особенно из-за пробок Если это пятница, можно вообще просто сразу умирать Потому что ты не дождешься сюда никакую скорую Вот, больниц здесь полноценных нету Поликлиник полноценных нету Здесь есть врач общей практики и педиатр Это мы говорим про ОМС, не платно Платно здесь есть медицинские центры, но не все себе могут это позволить Если говорим про ОМС, здесь есть вот два врача И то, если у вас прописка областная, именно прикрепление полиса областное Если это московская, если вам нужны узкие специалисты, сдача анализов А с ребенком это чаще всего именно узкие специалисты и анализы То здесь как бы этого ничего нету Отправляют в Видное, в Домодедово, ну, куда-то вот так раскидывают Вот это, конечно, большой минус То есть здесь, если не платно, то, грубо говоря, доступного ничего нету Я прекрасно понимаю, что многие люди здесь живут в ипотеку Автомобиль, в кредит Есть дети, дети, это дополнительная финансовая нагрузка Постоянно нужно на что-то тратить деньги Но, тем не менее, ну, почему нету никакого там большого, хорошего семейного ресторана Или какого-то хорошего кафе, куда вы можете пойти всей семьей Неужели это не востребовано? Неужели, открыв его, люди туда не приходят? Полным-полно людей сейчас работают дистанционно Айтишники Вообще, в целом, сфера уже позволяет работать дистанционно наверняка Здесь есть собственники каких-нибудь бизнесов Им нужен офис Мне вот интересно, неужели не востребовано в подобных жилых микрорайонах Строить помещения коммерческие Где можно было бы взять в аренду офисное помещение Сделать каворкинг-центр Чтобы людям не нужно было ехать никуда Ты вышел возле дома, взял место и спокойно работаешь Мне кажется, это было бы только в плюс Здесь есть платная парковка Это небольшая территория Она не подземная, не надземная, не многоуровневая Просто территория, огражденная какой-то сеткой 3000 в месяц стоит парковочный абонемент у управляющей компании Ну и придымовая территория, где можно вечером просто не запарковаться И ты вот так вот ездишь А еще здесь есть эвакуатор То есть ты утром можешь проснуться и твоей машины не будет Если ты, конечно, там не стоишь на инвалидном месте Да, окей, можно таких забирать, которые стоят там, где нельзя Но можно поставить машину в принципе в месте, где ты никому не мешаешь Где по знакам все хорошо, а утром проснешься, машины нет Они вот так распределены, по-моему, 3 или 4 парковки платные На весь ЖК Я повторюсь, что предложение в силе Если кто-то из вас работает у любого крупного застройщика Пообщайтесь все на работе, давайте снимем сюжет Новый дом, это же так интересно, так желанно Я спросил у Софии, ну как по качеству там шумка У вас же позиционируется, что это монолитный дом Как по затоплениям Первое, это шумоизоляция Здесь очень плохая шумоизоляция Несмотря на то, что это монолитный кирпичный дом Это не панель То есть здесь все спокойно слышно В других очередях, не знаю пока еще, как тут В других очередях все очень слышно Что происходит сверху, снизу, сбоку и так далее Второй момент Это, конечно, есть потопы В первую очередь просто Вся река была, вот рекой текла Со всех сторон заливала Люди заливали, их заливало Это очень-очень долго все длилось Даже, мне кажется, до сих пор что-то где-то есть И еще пожарка срабатывает периодически В третьей очереди Просто, может, посреди ночи начать пищать И хотя ничего не происходит Там батарейки вытаскиваем Звоним управляющей компанией и так далее А еще все те, кто собираются сейчас сделать ремонт Для вас есть хороший подгончик На канале есть четвертая серия про ремонт Можете зайти, открываете описание И там есть контакты Это ровно все те, с кем работал я По каждому пункту можете ссылаться Что вы от Машкова, вы получите скидку Посчитать, как говорится, за спрос За них не берут Выгодно вам будет? Пожалуйста, покупайте Ровно там, где выгодно Зато хотя бы у вас уже списочек будет, куда можно обращаться Там все контакты, с которыми вы сможете сделать ремонт от и до Квартиру, которую ты покупала в 2020 году Которую мы посмотрели Она стоила тогда 7 миллионов рублей Ты ее купила за наличку Да, за наличку Сегодня застройщик что говорит по ценам? Застройщик продает, по-моему, одну или две квартиры в четвертой очереди По цене 16 миллионов Но под кредит 0,1% Сейчас поговорим немножко о ценах Можете воспринимать это как скрытую рекламную интеграцию застройщика Но не забывайте, что спонсор выпуска Банк Убрир и его дебетовая карта ждут вас по ссылочке в описании Все вы можете открыть доски и объявления и посмотреть детальней Но для понимания Студия площадью 25 квадратов стартует от 4 миллионов рублей Трехкомнатная квартира кончается по цене примерно 16 миллионов рублей Вот в этом диапазоне Однушка будет стоить 6-7 миллионов Двушка будет стоить 7,5-9 миллионов Трешка будет стоить 9,5-16 миллионов В этом диапазоне также есть квартиры Которые у них еще строятся Естественно на них цены ниже Но нужно подождать год-два и так далее И я говорю со всей уверенностью Что люди будут брать Вот несмотря на то, что в этом ролике Мы называем довольно-таки Существенные минусы Люди голосуют рублем Если цена устраивает, будут брать В чистом поле Уже на сегодня целый город вырос А до 2030 года там будет действительно городище Давай приближаясь к завершению Накидаю еще парочку плюсов-минусов Вот из минусов я знаю, что здесь есть какой-то у вас завод неприятный Да, да, в Видном находится московский коксогазовый завод Люди прямо борются, чтобы его закрыть Потому что от него вот этот вот весь запах сюда летит Когда ветер сюда Очень такой неприятный запах кокса Хотя лично я никогда не чувствовала никаких запахов Но очень много жалоб насчет этого завода А еще что-то с канализацией у вас Да, говорят, что там есть очистные сооружения И, ну, не говорят, там запах прямо есть Возле основного бульвара Такой запах зловонный, ужасно стоит Прям очень неприятно И действительно там какие-то реки из нечистот Из нечистот? Это, по простым словам, фекалий человече Да, да, да Понял, понял Так, еще вопрос Ты же читаешь чат Что в основном? Там же постоянно какая-нибудь передряга происходит Что это не так, то не так На что в основном люди жалуются? В плане отделки? Нет, в плане вообще, ну, жизни отделки Дорога Дорога Да, все Здесь прям такой катастрофы нету Очень хороший ЖК на самом деле Вот дорога Вот это основной такой огромный минус Вот, вот, вот О чем я и говорю Вот Софии и ее супругу Огромное спасибо Что пригласили в гости И согласились помочь в создании данного сюжета Вот все эти минусы, которые озвучены Они перекрываются И в целом люди привыкают Делают ремонт Приживаются И это уже родное Это уже дом Ну вот каждый день поездка на работу Это проблем для них Номер один Вот как только им решат вопрос с дорогой Ну, я думаю, появится какая-то новая проблема Но ключевое Это вот добраться до работы Короче, если, условно, застройщик Услышит вас и скажет Блин, ребята Немедко Даже не застройщик, а правительство Московской области То есть, короче, чтобы правительство Московской области Для вашего ЖК стали большими молодцами Вы сказали О, спасибо вам большое Развязка, просто развязка Вот я даже, знаешь, я даже так вот скажу Друзья, я вот неоднократно об этом говорил Вы посмотрите, сколько здесь живет людей Огромное количество Вот для того, чтобы выиграть выборы За счет вот этого жилого комплекса Все, что нужно сделать Это вложиться в дорогу Никакие рекламные листовки Плакаты, баннеры Вообще печатать ничего не нужно будет Вы на всем этом деле сэкономите Только одна просьба Сделать людям дорогу И все И весь этот электорат Сразу автоматом становится ваш Развязка, да Уж тем более Если вы еще будете приходить Снавадить дополнительный порядок С людьми встречаться После всего этого Сразу все Выигрышное дело На все выборы можно идти И ты уже депутат 100% проходной Так, ну и в заключение из доброго В целом все нравится В целом, да То есть то, что если есть возможность Купить квартиру без ипотеки Это прям идеальное место для жизни Во-первых, здесь реально чисто Воздух чище, чем в Москве Потому что мы в таком удаленном месте находимся Хотя рядом завод, рядом дорога Но в Москве другого места и нет Еще такой момент Покажите, где в Московской области нету пробки Я тоже там куплю квартиры То есть как бы это такой стандартный Стандартная проблема для всех ЖК Московской области То есть пробки Что Балашиха там и так далее Там подобные такие Химки, мутищи Оттуда тоже тяжело выехать на самом деле Поэтому в целом ЖК довольно хороший Приятные люди Ну и в целом все хорошо Тебе спасибо большое за участие Ты нам сегодня провела самую большую экскурсию Теперь люди будут представлять Что такое пригород лесное А вот посмотрите Все перечеркнуто А значит выпуск готов Конечно же Тема жизненная Наверняка что-то захочется сказать Почитав ваши комментарии Поэтому Приглашаю вас Высказывать ваше мнение Более того, ребята У меня уже готовится Парочка свежих Крутейших сюжетов Поэтому подпишитесь на канал Чтобы их не пропустить Подписывайтесь обязательно Телеграм-канала Будет много интересного Все контакты со мной в описании Пишите Приглашайте в гости Ну и не забывайте Что читаю ваши комментарии Изучаю те идеи Которые предложите вы До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok